всем здравствуйте всем здравствуйте я сегодня чуть раньше потому что нарисовались новые дела поэтому я решила что лучше я проведу чуть чуть пораньше чем не проведу совсем да поэтому давайте поднаберемся немножечко и начнем у нас сегодня с вами тема защита от солнца дубль я не знаю какой мне кажется сколько лет я веду блог столько лет каждый год говорю о защите от солнца поэтому сегодня будет такой знаете краткий краткий гид но что-то мне подсказывает что да я с макияжем я ходила на фотосессию как вы можете наблюдать наконец-то аллилуйя моя шея не красная но к сожалению к сожалению я теперь прекрасно понимаю людей сухой кожей то которые говорят о том что она шершавая на ощупь что она такая сухая что на всем мелких чешуйках потому что кожа на щеках и кожа на шее это просто сейчас полный треш я рыдаю каждое утро когда мажу и каждый вечер когда мажу кожу кремом сейчас крем на ламелярной эмульсии кока дрема видео с меня прям спасает по полной программе и привычным так внутри на себя с макияжем вроде когда ты смотришь на камере в принципе очень даже ничего очень даже приличненько когда ты подходишь к зеркалу ощущение что ты просто клоун потому что на тебе столько штукатурки хотя мы сегодня делали легкий нюд поэтому нет макияж мне кажется я не 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 человек который к сожалению создан для него итак но я понимаю что суббота 10 нет сколько там 8 30 по москве ноги наверное еще спят но но мы с вами начинаем потому что нам важно обсудить эту тему итак я подготовила для вас слайдов фиговую тучу просто я надеюсь что вы все вы сидите я сейчас закрою комментарии чтобы они не отвлекали меня и не закрывали картинку и так давайте я сегодня освещу все практически моменты надеюсь по крайней мере которые вы спрашивали которые я считаю нужными но это все будет вкратце потому что у меня есть отдельный вебинар по защите от солнца его пока что обновлять и не планирую возможно попозже потому что следующий по общему голосованию мы решили что это будет основа домашнего ухода я его планировала и вы своим количеством голосов тоже выбрали именно его поэтому он будет следующим защита от солнца будет попозже итак а отчего же мы по сути дела защищаемся а солнышко выбрасывает различного рода лучи есть лучи типа а это ювей лучи которые достигают дермы то есть они проходят достаточно глубоко да и они отвечают как раз таки за рак кожи они отвечают за появление различных признаков фотостарения то с чем мы сейчас активно боремся я думаю что картинку дальнобойщика я уже не стала вставлять потому что многие из вас уже видели когда картинку дальнобойщика который все время ездил лицом до к одной стороне до лицом к одной двери да к окошечку которая всегда подвергалась воздействию до этих лучей типа а а лучше типа а проходит через стекло и его вот страна скажем так которая подвергалась воздействию она выглядела более печально по сравнению со стороной правой которая воздействию не подвергалась поэтому если мы говорим в контексте анти-эйдж если мы говорим в контексте старения кожи то юви и лучи здесь прошу прощения сниму носочек а то он не давит здесь ювей лучи играет главную роль есть лучи типа б юви би лучи которые активны как раз таки весна-лето и которые доходят до эпидермиса то есть роговой слой эпидермиса чуть чуть ниже и они как раз таки отвечают за ожоги и за потемнение кожи за наш загар именно в связи с активностью би лучей в летний период мы с вами получаем загар и мы с вами к сожалению получаем солнечные ожоги поэтому именно от них в летом мы пытаемся в большей степени защититься то потому что многие не хотят обгореть на солнце есть лучи типа c но они отсеиваются в побольше степени у нас в атмосфере так почему ты так будешь ой как это будет очень долго мне почему-то не дает их сразу тыкать по одному только загружать ужас и так как вы видите еще раз да когда мы говорим про то что я же сижу за окошком учи меня не касаются до меня они не доходят обратите внимание лучи типа б через стекло не проходят лучи типа а которые у нас как раз таки отвечают за фото старение через оконное стекло проходят поэтому если вы на работе сидите прям вот напротив окошка рядом с окошечком да и думаете что вы просто там нежитесь в теплых лучах нет к сожалению вы получаете неприятное воздействие оторвать руки тому человеку который сделал это дурацкое обновление в инстаграм и так по поводу активности лучей да кто активен утром кто активен днем и так далее смотрите если мы говорим про лучи типа b то они очень активны с 10 утра до 4 вечера то есть в этот период всегда советуют не находиться долго под открытым солнцем то есть в этот период в идеале с пляжа вы должны уйти ну если вы человек который заботится своей кожи да то есть вы ходите до 10 и после четырех потому что именно пик лучей с 10 до 4 если мы говорим про юви и излучение то она абсолютно абсолютно одинаково как днем так и ночью поэтому имейте пожалуйста это в виду то есть от лучей типа а к сожалению никуда нам не скрыться но мы дальше поговорим еще нужно ли так сильно истерить по этому поводу и так когда мы покупаем солнцезащитное средство чаще всего на упаковке мы можем встретить название broad spectrum до надпись широкого действия широкого действия означает что он отсеивает как лучи типа b так и лучи типа а то есть защищает нас в широком диапазоне если же мы берем например азиатский санскрин на нем подобные надписи вы не увидите вы увидите там обозначение spf и обозначение пи эй что же это такое еще раз очень кратко спф это то что будет защищать вас от лучей типа b то есть то что будет предотвращать сгоранию вашей кожи то есть spf отвечает за то чтобы предотвратить сгорание кожи если мы говорим про обозначение пи эй там четыре плюсика три плюсика пять плюсиков да это защита от лучей типа а которые отвечают как раз таки за фото старение то есть на упаковке азиатского санскрина вы увидите обозначение spf и рядышком будет стоять обозначение пи эй это позволит вам скажем так убедиться что данное средство защищает вас от всех типов лучей и так переходим теперь к фильтрам презентацию я как всегда вот эти слайды скину потом telegram подразделяются фильтры солнцезащитные фильтры подразделяются на два основных класса первый это органические или химические фильтры это очень сложный пласт все их боятся и так далее мы с вами сегодня по не про них поговорим подробно и есть минеральные до или физические фильтры здесь очень важно запомнить что как же частый просто вопрос мне кажется я получаю его практически каждый день дав как же как же понять разницу между химическим и физическим фильтром и же так много мы не можем запомнить важно запомнить что солнцезащитной косметики на данный момент вы можете встретить только два физических фильтра физические минеральные это равно это синонима это оксид цинка и диоксид титана их всего два если вы видите оксид цинка диоксид титана это значит что в средстве присутствуют минеральные фильтры если вы не видите данных фильтров значит там химические фильтры Все просто, от обратного идем. Всего 2 физических фильтра. Итак, оксид цинка может использоваться как монофильтр, потому что есть большое количество кремов на основе 20-25% оксида цинка, потому что он полностью перекрывает и лучи типа А, и лучи типа Б. Он действует в широком диапазоне. Диоксид титана перекрывает лучи типа А частично, то есть UVA, первую часть он перекрывает, вторую, к сожалению, не дотягивает, вернее, вторую он перекрывает, первую, прошу прощения, не дотягивает. То есть, поэтому, что это нам дает? Если вы видите солнцезащитный крем, в котором лишь один диоксид титана и нету никаких химических фильтров больше, никаких фильтров нету, то данный продукт, скажем так, будет проигрывать тому, в котором будет лишь один оксида цинка. То есть, один оксида цинка, он в поле воин. А вот диоксид титана так себе. В идеале их, конечно, комбинируют. Вы должны понимать, что если вы выбираете солнцезащитное средство на минеральных фильтрах, оно будет выбеливать. Это особенность самих фильтров, они белые. И средство так или иначе будет вам давать белесость. Плюс данные продукты очень часто также дают сухость, потому что цинк обладает подсушивающим действием. Это тоже нужно учитывать, когда вы выбираете солнцезащитное средство. Итак, теперь мы с вами плавно переходим к химическим фильтрам нового поколения. Итак, про старое поколение я, конечно, скажу пару слов, но здесь моя прекрасная фотография, мое видео закрыла надпись, это химические фильтры нового поколения, которые эффективны в качестве защиты от лучей типа B. Помним, тип B это лучи, которые обжигают нашу кожу, которые дают ожог. Данные химические фильтры нового поколения, у них очень снижено аллергическое воздействие на нашу кожу и очень высокая фотостабильность. То есть они не теряют свою стабильность под воздействием ультрафиолетовых лучей, в отличие от химических фильтров старого поколения, о которых мы тоже с вами поговорим. Некоторые из них, помимо того, что они перекрывают весь спектр B, они еще могут захватить, например, лучи типа A в небольшом количестве. Но основная их функция это защита от лучей типа B. Здесь представлены названия по классификации, также есть ANCI, вы можете их как раз-таки увидеть на упаковке, например, этилгексилтриозон. Он будет указан прямо у вас на упаковочке, мы с вами тоже это рассмотрим, этот момент. То есть вот данные фильтры нужно запомнить, они отвечают за показатель SPF. А теперь мы с вами рассмотрим, прошу прощения, вот это вот листание слайдов теперь стало настолько неудобным, что мне прям даже неудобно. Здесь лучи, которые предотвращают воздействие лучей типа A, фильтры, прошу прощения, фильтры, которые блокируют лучи типа A. Вернее, ну, кто-то говорит, нельзя говорить там блокируют, отражают и так далее, защищают. Давайте так, выберу слово защищают, за это слово нас, по крайней мере, никто не притянет. Здесь указаны торговые названия, но дальше в составе я вам еще раз покажу, как они прописаны именно на языке упаковки конкретного продукта. Но на самом деле у меня есть пост замечательный, в котором все это тоже прописано, поэтому не ленитесь по хэштегу, который я ставлю под этим эфиром, обязательно тоже пройдитесь. Там именно вот написано прям вот, что нужно искать на упаковке. Естественно, в хорошем солнцезащитном креме вы обязательно встретите несколько фильтров, да, то есть, есть, например, микс фильтров, когда мы говорим, что есть и физические, и химические фильтры, есть отдельно физические, отдельно химические. И если, например, с оксидом цинка все понятно, он один защитит от всех лучей, и от глубого излучения тоже частично он защищает. Если мы говорим про химические фильтры, то вы должны понимать, что в идеале их должно находиться как минимум три фильтра в составе солнцезащитного средства, чтобы они, во-первых, друг друга стабилизировали, поддерживали и перекрывали все, скажем так, огрехи, которые могут быть. То есть, три фильтра по факту гарантируют вам то, что, скорее всего, вы получите хорошую полноценную защиту. Какие же это три фильтра? Сейчас, конечно, я не буду перечислять все, какие вы можете встретить, потому что их 100-500 миллионов, но существует на данный момент три основных химических фильтра, которые вы, химических фильтра нового поколения, которые вы можете встретить в современных солнцезащитных средствах. По факту, это вот основной костяк, который используется сейчас, вот, ну, скажем так, в свободном доступе можно найти эти средства. Это фильтр, который называется UV Null A, то есть он защищает от лучей спектра А, то есть от фотостарения. UV Null T150, тот самый этилгексилтриозон, он у нас самый стабильный химический фильтр и защищает от всех UVB лучей, то есть от того, что наша кожа с вами будет сгорать. И Тиносорб С, он защищает и от UVA, и от UVB лучей. И в идеале их всегда должно идти три, но вот тогда, скажем так, с этим проблем не будет, с защитой не будет. Здесь вы можете увидеть состав, я взяла просто первый попавшийся, это состав крема Medicaid, Advanced Day Total Protect, я про него тоже расскажу. И здесь, как вы можете увидеть, присутствует, потом я скину еще раз телеграм, да, здесь присутствуют все три данных фильтра. То есть данный продукт будет полностью защищать, ну, не полностью, не на 100%, ни одно солнцезащитное средство, ни одна одежда, ничто. Только бункер вас может защитить от 100% лучей. Но максимальную возможную хорошую защиту вы получите, потому что здесь используются, ну, то есть хорошие фильтры в достаточно хорошем количестве. Итак, что же касается фильтров старого поколения. Бензофеноны, авобензоны, актокрилены и так далее. Это все относится к химическим фильтрам старого поколения. Это то, что мы могли с вами встречать в санскринах, которые делались, там, например, в нулевые, в десятые годы, в начале десятых годов. То есть это очень популярные химические фильтры как в Европе, так и в Америке. В Америке ребята вообще очень тяжело принимают на свой рынок новые фильтры. Они сидят вот на этой старой базе и очень тяжело с ней расстаются. Если европейцы начинают потихонечку одобрять так или иначе эти новые фильтры, потому что они понимают, что они безопаснее, они более комфортные, они более стабильные, они меньше дают аллергии. В отличие, например, от авобензона, актокрилена, бензофенона, которые дают очень часто аллергическую реакцию на кожу. Особенно, если мы говорим про кожу чувствительную, про кожу проблемную. Как только они начинают дестабилизироваться, то есть под действием ультрафиолета, они теряют свою стабильность. И если вы их вовремя не удалили, не обновили, то они начинают наоборот выбрасывать в кожу свободные радикалы. Поэтому спустя 2-3 часа карета превращается в тыкву, и эта тыква начинает вашей коже вредить. Поэтому я однозначно противник фильтров старого поколения. То есть есть люди, у которых абсолютно нет никаких проблем. То есть они их используют, радуются жизни, все у них хорошо, но правда пигментация периодически пробивается на лице. Я как человек с фотодерматитом, то есть это, скажем так, аллергическая реакция на солнечное излучение, особенно если я уезжаю куда-то дальше своего ареала обитания. И если я использую фильтры химические старого поколения, фотодерматит усиливается в разы. То есть вот эта красная зудящая сыпь, эти покраснения, какие-то бляшки, то есть это все то, что может возникнуть, к сожалению. Не у 100% людей, естественно, есть люди, которые могут спокойно их продолжать использовать, но вопрос сейчас стоит в другом. Смысл, скажем так, этого использования, как мне кажется, ну очень неразумный. Поэтому привожу пример средства, которые я бы, например, никогда не купила. Сейчас объясню почему. Как минимум. Сайт iHerb я взяла оттуда, потому что у них всегда достаточно хорошо расписаны составы. Бренд Neutrogena. У них санскрин SPF 100. SPF 100, чтобы вы понимали. Сейчас законодательно запрещено указывать больше SPF 50, то есть 50+. Все. Почему? Потому что этот показатель, ну в ряде стран, в некоторых странах это разрешено. Давайте так, в некоторых странах это разрешено, в Австралии тоже это разрешено. Поэтому на австралийских санскринах вы тоже можете встретить SPF 70, 80, 100, 110, 120 и так далее. То есть SPF больше 50 уже не играет никакой практической роли. И в ряде стран запрещено выносить на упаковку SPF больше 50. Почему? Потому что это вводит потребителя в заблуждение, что он получает более сильную защиту. Поэтому не ведитесь, пожалуйста. SPF 50+. Это вот максимум, что вы можете получить от солнцезащитного средства. Ни 70, ни 80, ни 100 не сыграют никакого принципиального значения. То есть вы просто, я не знаю, переплатите за эту цифру, которая не несет никакой смысловой нагрузки. Здесь, как мы видим, да, авабинзон, гомосалат, актокрилен, оксибидзон. То есть это все фимические фильтры старого поколения. И это тот санскрин, который чувствительный, проблемный, кожа с розацией, беременный. Ну и в принципе людям, которые так или иначе страдают от различного рода раздражений, использовать нельзя. Ну честно. Ну то есть это уже прям вот нафталин, нафталином попахивающий. Ну то есть это абсолютно старый хлам, не хлам, хотел сказать, пылью поросшим, хом поросшим. Ну и хлам тоже, если честно. Я бы таким санскрином бесплатно бы даже не намазалась. Но это уже другой вопрос. Если бы, конечно, у меня был только он, наверное, бы намазалась. Ну ладно. Итак, теперь давайте переходим. Сколько же этого санскрина прекрасного нам необходимо? В идеале, да, мы наносим 2 миллиграмма на 1 сантиметр квадратный. Но нам эта информация на практической точке зрения ничего не дает. Да, то есть, ну кто будет сидеть там с сантиметрами высчитывать? Никто не будет. Поэтому есть правило 1 четвертая чайной ложки. Но тоже вряд ли вы будете наливать санскрин в ложечку и из ложечки размазывать по лицу. Нет. Вы должны понять, что на лицо и зону шеи, то есть вот отсюда, вот досюда, вместе с ушками, вы должны нанести 2 миллилитра санскрина. 2 миллилитра санскрина, это примерно 2 пальца. Берете ваш тюбик, вот так вот выливаете на пальчики. Я всегда так делаю. Мне так на самом деле очень удобно. Выливаете на пальчики, убираете. Дальше. Это количество вы должны нанести, еще раз, да, как вы видите, здесь зелеными квадратиками отмечены эти зоны. То есть лицо и шея. В идеале, как сделать так, чтобы вы не покрылись просто потом, пока все это наносите, и не покрылись какой-то белой пленкой. Берете один пальчик, делите лоб, щеки, подбородок, да, и, ну, вот зона шеи. Распределили. Поверьте мне, это будет очень легко. То есть, по идее, одна колбаска на 5 долек. Распределили очень легко, похлопывающими, вбивающими движениями. То есть, не надо вот так вот, вот так вот мусолить, да, пусть это все будет похлопывающими, вбивающими движениями. Не забываем про ушки. Ушки тоже у нас страдают. Подождали примерно 3-5 минут. Нам стало комфортно. Мы берем вторую колбаску и наносим то же самое. То есть, вы наносите необходимое количество просто за 2 раза. И на самом деле, я проводила этот эксперимент, да, я даже причем перестаралась, я нанесла даже чуть-чуть побольше, чем положено. Есть у меня видео на, в этот, в HDTV. Я там очень смешным голосом бурдучка рассказываю о том, как я все это наносила. Я наносила и химические фильтры, и физические фильтры, и показывала, как я это делала, и как оно, в принципе, все смотрится на лице. Поэтому тоже потом я обязательно скину этот момент в сториз. Вы посмотрите. Это все очень-очень легко, если вы не психуете, если вы не кричите, что мне тяжело, мне все это не нравится. Если вам это не нравится, вы можете не наносить солнцезащитное средство. Но вы должны для себя четко обозначить. Я не использую солнцезащитное средство, но я признаю, что я могу получить солнечный ожог, я могу получить пигментацию, я могу получить фотостарение. Если вас это устраивает, поверьте мне, ну, ничего страшного не случится. Ну, максимум, может случиться рак кожи, но только если вы лежите вот так вот пластом все лето, и у вас есть достаточно сильная к этому предрасположенность. Ну, это такая, знаете, лирическое отступление. Нанесли мы с вами санскрин. Теперь давайте посмотрим, как его лучше обновить. Если у нас санскрин, санскрин вообще тоже нельзя говорить, санблок, санскрин, солнцезащитный крем. Солнцезащитный крем на химических фильтрах нового поколения. Если вы нанесли его достаточное количество, две колбаски нанесли на лицо, то, в принципе, если вы не идете на пляж, если у вас просто городской ритм жизни, вы с утра нанесли, пошли на работу, посидели на работе, поработали, поели, поработали, встали, пошли домой. Вы можете не обновлять ваш санскрин. Если мы говорим про химические фильтры нового поколения, ничего не будет. Если мы идем на пляж, я дальше еще раз это проговорю, то здесь эта методика не работает, потому что вы будете находиться под прямыми солнечными лучами. Вокруг вас будет огромное количество отражающей поверхности, которая усиливает воздействие ультрафиолета. Вы будете мокнуть, потеть, песок и так далее. Это все не подходит. Там мы с вами еще раз проговорим этот пункт. Если у вас химические фильтры нового поколения, правильно нанесли, забыли про обновление и радуемся жизни. Если мы выбрали химические фильтры старого поколения, либо у вас там микс, то в принципе, если вы живете в городской среде и то же самое, в 8 утра я приехала на работу, весь день просидела там, в 5 вечера вышла, можете спокойно доехать до дома. В течение дня, в принципе, процентов 75 вашей защиты на лице останется, если вы не подвергались воздействию ультрафиолета. То есть, если вы сидели в офисе, если вы сидели в офисе с кондиционером, то есть, вы не потели, не чесались, все было прекрасно, приехали домой и все у вас хорошо. Если же у вас физические фильтры, то есть, на минеральных фильтрах, оксицинка, диоксид титана, моно, да, то есть, нет у вас никакой химической поддержки, то, к сожалению, они имеют свойство осыпаться. И почему, например, для пляжа очень-таки достаточно плотные кремы? Большинство из них водостойкие и плюс в их базе минеральные фильтры лучше держатся на коже. Если мы говорим про вот эти городские, очень комфортные, легкие физические санскринчики, то, к сожалению, эта база их не так хорошо удерживает на коже. Вы должны понимать, что в отличие от химических фильтров, которые немножечко проникают все-таки в роговой слой, эти лежат мертвым грузом на вашей коже. Они никуда не проникают, они ни с кем не контактируют, они просто легли и лежат, и отражают. И если вдруг вы почесались, вспотели, пошоркались, вот так вот посидели, кофту сняли, кофту одели, то от вашей защиты осталось хрен до маленько. Если мы особенно говорим про легкие вот эти вот кремчики на прекрасной водно-силиконовой основе. Они реально очень комфортные, но и с них, конечно, отсыпается тоже достаточно прилично. То здесь, но есть категория людей, которым показаны только они, о них мы тоже поговорим. То вы пришли на работу, вернее, вы нанесли этот санскрин, солнцезащитный крем. Вы нанесли этот солнцезащитный крем, пришли на работу. И когда вы будете уходить с работы, в идеале обновить необходимо вашу защиту. Теперь как это сделать? Если у вас нет макияжа, то есть вы человек, который не носит макияж по той или иной причине, вы просто берете влажную салфеточку, без спирта желательно, протираете свое прекрасное личико, оно у вас подсохло, вы можете нанести мист, дальше вы берете свой солнцезащитный крем и делаете то же самое, наносите защиту. Если у вас макияж, то здесь на самом деле очень-очень тяжеловато это сделать, но если у вас физические фильтры и поверх него макияж, то вы можете использовать, например, минеральную пудру, нанести ее в достаточно большом количестве, использовать спрей, но вы должны понимать, что это лишь обновление, которое позволит вам доехать до дома. То есть это не дает вам защиту еще на ближайшие 2-3 часа, чтобы полежать под солнышком. Это так не работает. То есть это лишь для того, чтобы обновить и спокойно доехать до дома. Но в идеале, если у вас макияж, то я вам искренне советую выбирать все-таки солнцезащитные средства нового поколения на химических фильтрах. Как смывать? Эта прекрасная картинка уже тоже замозолила всем глаза, которая наглядно показывает, что если у нас не водостойкий солнцезащитный крем, а все такие косметические продукты, они в основном не водостойкие, то есть водостойкий это такая мазня, которую, поверьте мне, вы просто так водой не смоете. Если это не водостойкий солнцезащитный крем, то, конечно, в идеале вы можете попробовать умыться только пенкой. Но, как показало исследование, если вы умоетесь гидрофильным маслом плюс пенка, вы смоете гораздо больше солнцезащитного средства. Если же у вас водостойкое средство, то 100% вы сначала используете гидрофильное масло, потом пенку. Я все-таки сторонник того, что химические фильтры способны проникать поглубже в кожу, и поэтому ничего с вами страшного не случится, если вы сначала хорошенечко пройдетесь гидрофильным маслом, как и положено, а потом вы умоетесь пенкой в качестве второго этапа очищения. Так будет намного проще. Итак, как же вписать солнцезащитное средство в ваш уход? Вы можете сделать первый пункт. Использовать его вместо вашего дневного крема. То есть многие говорят, мне летом некомфортно нанести тонер, сыворотку, крем и закрыть это солнцезащитным кремом. И я вас прекрасно понимаю, на самом деле это некомфортно, особенно если мы говорим в рамках кожи склонных к жирности. Это будет некомфортно. Тогда вы делаете как? Вы покупаете хорошее солнцезащитное средство на химических фильтрах нового поколения, на физических, как хотите, и используете его поверх вашей сыворотки. Сыворотка в идеале антиоксидантная, там тогда вообще будет бомба. Все просто с ума сходят от комбинации антиоксиданты плюс солнцезащитное средство. Они в паре работают на ура. То есть вы нанесли сыворотку, закрыли солнцезащитным кремом, пошли на работу. Вы можете использовать, если у вас кожа склонна к сухости, и вам, например, одного санскрина мало, он вам не увлажняет хорошо, вы наносите тонер, сыворотка, крем и закрываете все это финалити солнцезащитным кремом. Солнцезащитное средство наносится на последнем этапе. То есть после него уже только макияж, если вы его делаете. То есть он идет всегда финально. Под макияж все-таки использовать химические фильтры лучше нового поколения, чтобы у вас не было потом проблемы, как же все это обновить. Это все будет достаточно комфортно. То есть вы нанесли тонер, сыворотку, химические фильтры нового поколения и закрыли все это макияжем. Только вы ждите, пожалуйста, 20-30 минут. Пусть солнцезащитное средство усядется, пройдет куда надо, и уже тогда наносите свой макияж. Если у вас минеральная пудра, вы пользуетесь минеральной косметикой, то в принципе сухой кистью минеральную косметику можно хорошо нанести поверх физических фильтров, будет прекрасно. Напоминаю, что в любом случае, если вы не используете макияж, наносить солнцезащитное средство желательно за 20-30 минут до выхода. Это правило в основном касается химических фильтров, потому что фильтры физические, оксид цинкодиоксид титана, начинают по факту работать практически сразу же, как только вы нанесли средство на лицо. Кому какой? Акне, розация в обострении. Только физические фильтры. Потому что любые, даже химические фильтры нового поколения могут раздражать данную кожу, которая без того находится просто в диком стрессе. Если мы идем на пляж, то мой вам совет, используйте физические фильтры, так будет четче. Во-первых, они белые, вы увидите сразу, куда вы нанесли, куда не нанесли. Они водостойкие, это очень, ну чаще всего, да, если мы берем для пляжа, чаще всего они водостойкие. И плюс они начинают действовать сразу, не так, как очень часто наблюдая на море. Приходит девушка на море, красивая, все, достала она свой там этот лежак, легла, достает она баночку, видно, что там химические фильтры, потому что это абсолютно такое легкое, что-то непонятное, флюидное. И, судя по бренду, это 100 пудов химические фильтры старого поколения. И начинает мазаться. Но только она забыла, что действовать они начнут минут через 20. И 20 минут она будет такая красивая лежать без защиты. Поэтому либо вы используете химические фильтры нового поколения, но вы их наносите дома заранее, приходите на пляж, но все равно приносите с собой физический санскрин, чтобы обновлять. Чтобы обновлять после каждого купания, после каждого верчения на этом лежаке, на этом полотенце. То есть они будут действовать сразу. Дети до года. Лучше все-таки, конечно, использовать физические фильтры. То есть химические фильтры могут давать раздражение, даже самые новые. Химические фильтры нового поколения в большинстве случаев подходят всем, окромя, грубо говоря, этих пунктов. По факту у них достаточно хороший профиль безопасности. Они практически не вызывают аллергических реакций, согласно исследованиям. Поэтому, в принципе, можно использовать их. Итак, водостойкость. Чаще всего это присуще физическим фильтрам, вернее, солнцезащитному средству на физических фильтрах, которые вы используете на пляже. Здесь, к сожалению, не видно, но если вы посмотрите, вот на этой оранжевой линии, которая идет вот так, я потом скину, вы увидите, да, там написано Broad Spectrum. Это означает, что санскрин широкого действия, то есть защищает и от лучей А, и от лучей Б. То есть это американский санскрин, поэтому у них нету обозначения там защиты от UVA лучей. Они просто пишут широкого спектра. И дальше там написано Water Resistance, водостойки. Что же это означает? После слова Water Resistance обычно еще идет 40 или 80 минут. То есть лучше, конечно, брать 80 минут. Что же означает эта водостойкость? Это означает, что данное средство в течение там скольки-то минут, 20, по-моему, там или полчаса, да, вы находитесь в воде, и это солнцезащитное средство потеряет не больше 50% защиты. То есть это не значит, что купаясь в воде, вы так и останетесь с SPF 50 и будете радоваться жизни. Нет, вы должны понимать, что защита будет теряться, но она не исчезнет совсем. Как, например, если мы намажемся неводостойким кремом. То есть вы вылезете из воды, и половина хотя бы защиты у вас останется. Поэтому, как только вы вылезли, вытерлись полотенцем, вы обновляете солнцезащитный крем. То есть не так, что у меня крем водостойкий, поэтому я буду весь день купаться. Так тоже не работает. То есть его тоже нужно обязательно обновлять. Далее. Наночастицы. Тоже очень частый вопрос. В большинстве стран производитель не обязан выносить на упаковку, что у него наночастицы в составе. Он может это указать, но не обязан. Не рекомендовано использование в спреях. Ну и в принципе спрей для меня это такая достаточно смутная история, потому что вы никогда не поймете, сколько вы нанесли, хватит ли там защиты, куда вы нанесли равномерно, неравномерно. И у вас очень высокий риск того, что вы надышитесь этими фильтрами. В солнцезащитных спреях чаще всего используют химические фильтры старого поколения или физические фильтры. Поверьте мне, подышать этим не самая удачная идея. Поэтому спреи все-таки я сторонник того, что спреи оставьте, пожалуйста, где-нибудь в стороне. Они нам не нужны. Это не камильфо. Но, тем более, если там мы видим нано, да, не рекомендовано оплатить для поврежденной кожи. Я не знаю, почему оплатить у меня сюда вставилось. Но, в общем, не рекомендовано для поврежденной кожи. То есть, если вы после пилинга, после какой-то процедуры, если у вас есть царапины, ранки на лице, не рекомендовано использовать фильтры с наночастицами. И не рекомендовано маленьким детям не потому, что это опасно, это проникнет в кровь. Поверьте мне, даже наночастицы минеральных фильтров, они настолько большие, что они никуда не проникнут, ни в какую кровь. Но маленькие детки очень любят себя облизывать. Облизывать ручки, да, все тянуть. Поэтому через такой контакт эти наночастицы могут попасть внутрь. Поэтому лучше все-таки обезопасить своего ребенка и не наносить на него солнцезащитное средство с наночастицами. Так будет лучше. Голубое излучение или HEF. Да, как его сокращенно называют. Как же защититься от него? Голубое излучение нас сейчас накрывает со всех сторон. Мы с вами смотрим на телефон, и голубое излучение также смотрит на нас в ответ. И, к сожалению, защититься сейчас от него у нас не получится. Но и говорить о том, что голубое излучение – это зло злобное, ну, то есть все есть яд, все есть польза. И, например, если вы человек, который не может по утрам проснуться, то есть для вас действительно это тяжело, то вот если когда вы засыпаете, телефон лучше переводить в режим, как он, без света, ну, то есть он становится таким желтым, темным, да, так вы лучше подготавливаете свою, скажем так, психику и нервное состояние к тому, чтобы плавно уйти в сон. Если же вы просыпаетесь, и вы не можете проснуться, вот прямо глаза открыть не можете, врубайте максимум, то есть голубой свет поможет вам проснуться, и здесь он будет вашим другом. Он пробудит активность, скажем так, вашей нервной системы, он поможет вам проснуться. Но, если мы постоянно весь день сидим напротив компьютера, если мы постоянно сидим напротив телефона, мы подвергаемся интенсивному воздействию голубого излучения. Как же себя защитить? Мы используем антиоксиданты. Антиоксиданты также будут, скажем так, нивелировать вот это негативное воздействие голубого излучения, как и в принципе любого излучения, да, антиоксиданты в помощь нам. Дальше мы используем, ну, если уж, знаете, совсем, просто есть люди, которые там выискивают на упаковке каждый потенциально опасный компонент, потенциально опасный ингредиент и так далее. То есть, если вы человек, который действительно так сильно зациклен на безопасности от голубого излучения тоже, и вы каждый день работаете перед компьютером, то вы используете солнцезащитное средство. Ну, то есть, тогда да. Я не использую, то есть, я не настолько озабочена этим вопросом, может быть, это плохо, может, это хорошо, я не знаю. Я не использую солнцезащитное средство, если я весь день сижу перед компьютером. Но в идеале, да, в этом утопическом мире, если все-таки вам это страшно, вы используете. Какие фильтры стоит искать в составе, да, которые перекрывают достаточно длинную волну? Это Ювенул А+, Тиносорб М, Миксерил СХ. Их всегда можно погуглить, и вам выдастся полное название, как оно выглядит на упаковке. И также оксидцинка, как я уже и говорила, он также перекрывает часть голубого излучения. То есть, оксидцинка – прекрасный компонент, который вас защитит от всего, по-моему. Защита волос. Можно использовать специальные солнцезащитные средства, у которых есть защита, да. Чаще всего там встречаются химические фильтры старого поколения. Я не использую подобные средства, в принципе, просто не вижу в них особой необходимости, да. Есть какие-то в несмывашках там какая-то часть. Но что я советую однозначно? Если вы приезжаете на море, шляпа – это не то, что, скажем так, дополнит вас в ваш такой загадочный образ. Это то, что как минимум спасет ваши волосы, спасет ваше лицо, плечи и так далее. То есть, в идеале на солнце волосы, конечно, лучше, чтобы они были покрыты шляпой, чтобы они были закрыты, чтобы они, например, были собраны, да. Тогда как бы, ну, меньшая площадь, ее легче спрятать. То есть, волосы в идеале, если у вас они сохнут, да, на море, и так далее. Конечно, вы можете поискать средства с защитой от солнца. Я, если честно, такие не использую, поэтому я их не находила. Либо вы покупаете себе хорошую шляпу, кепочку и защищаетесь. Защита глаз. Очки заказываем на Алиэкспресс, идем в хорошую оптику и подбираем себе хорошие солнцезащитные очки, которые также будут обладать защитой от солнца. В брошюрке каждым очкам всегда указано, какая у них степень защиты и так далее. Они должны быть широкие, потому что на зону вокруг глаз нежелательно наносить солнцезащитные средства. Максимум это физические фильтры, вот, ну, и то под самую слизистую вы не нанесете. На верхние века вы тоже не будете наносить, потому что это будет архи-некомфортно. Поэтому вы покупаете большие, хорошие, как у тортилы, очки и защищаете свои глазки от солнца. Это очень-очень важно, если мы не хотим получить проблемы потом со зрением. Также фактором защиты обладает одежда. И, например, если вы обладатель первого-второго фототипа, как я, то на лето желательно, конечно, носить какие-то рубашечки, например, если мы едем на море с длинными рукавами. Это может быть какие-нибудь красивые хлопковые рубашки. Есть купальники, у которых как раз-таки защита стоит. Очень часто можно встретить, например, в магазине для серферов. И сейчас даже, я в том году покупала в Ольше, по-моему, просто такая красивая кофта, она с длинными рукавами, в ней абсолютно не жарко, неудобно купаться, и она полностью защищает качество на вас лучше, чем любое солнцезащитное средство. То есть это действительно тоже актуально, особенно если у вас есть, например, проблемы с пигментацией, если у вас есть проблемы с тем, что вы постоянно сгораете, как я, например, то поверьте мне, хорошая одежда с солнцезащитным действием вам однозначно поможет. И очень часто вы можете увидеть обозначение UPF. это фактор защиты от одежды. И, естественно, чем он выше, тем будет лучше данной одежды защищать вас от ультрафиолетового излучения. Мы с вами подходим практически к самому концу. И напоследок я оставила самый сочный вопрос. У меня BB крем SPF 50, можно мне его использовать в качестве солнцезащитного средства? Нет, нельзя, потому что 2 миллиграмма, ой, 2 миллилитра вы не нанесете никогда, потому что иначе вы будете похожи на просто на клоуна. Вот так вот вас будет видно издалека, если вы нанесете такое количество тонального средства. Поэтому нет. Здесь на фотографии видно, да, то есть, например, та, которая у вас получается слева, 2 кучки пудры. Одна маленькая-маленькая, вторая большая-большая. Вот эта маленькая кучка, это то, что обычно наносит среднестатистическая женщина. А вот эта большая куча, это то, сколько нужно нанести этой самой пудры, чтобы получить SPF 50. То же самое касается BB крема, тонального крема. Никогда в жизни такое количество вы не нанесете. Да, поэтому имейте тоже это в виду. И еще один момент. Многие меня спрашивают, ну, Алиса, ну смотрите, ну SPF 50. Да, ну вот смотрите, вот у меня, например, минимальная эритемная зона, доза, это когда, например, сколько я могу провести на солнце, не сгоре. Допустим, она у вас 5 минут. Да, что гласит старая теория? SPF 50. 50 умножаем на 5, получаем 250 минут, вы можете находиться на солнце, если вы белокожая девушка, да, с данным средством. Но смотрите, эта теория не учитывает того, что у вас будет ветер, песок, вода, вы будете чесаться, если мы говорим про минеральные фильтры. Она не учитывает того, что если у вас химические фильтры старого поколения, то через 2-3 часа они начнут окисляться. И пофиг им на ваши 250 минут. Поэтому, пожалуйста, это устарелое, скажем так, правило по поводу того, что вот умножьте там 50 на 8 минут, и вот столько 400 минут вы можете лежать под солнцем. Нет, вы можете, я не знаю, где-то только в утопическом, экспериментальном эксперименте так пролежать и не сгореть. Не нужно вводить саму себя в заблуждение и загонять себя в рамки, когда вы сгорите. Не надо так делать. SPF 50 показывает вам, что 98% лучей будет отсеяно. Пройдет лишь 2%. Вы должны ориентироваться на это. SPF 50 – это важный параметр на летний период для людей с первым и вторым фототипом. Для всех остальных людей SPF 30 будет за глаза. Поверьте мне. И как показывает недавний скандал с Пьюрита, который показал нам, что в Пьюрита не SPF 50, а SPF 30. И поверьте мне, все прошлое лето я использовала данные санскрины и ни разу не сгорела. То есть, а я человек со вторым фототипом. Так что, я могу сказать, что SPF 30 для лета для большинства людей за глаза. Если вы едете на пляж еще раз, достаем из сумки свой стрёмненький, беленький, водостойкий, солнцезащитный крем на минеральных фильтрах, и тогда у нас будет прекрасная защита. Если мы говорим про режим города, то химические фильтры нового поколения. SPF 30. И поверьте мне, вы забудете вообще про проблему того, что там что-то нужно обновить, что-то вы где-то сгорели и так далее. То есть, ну, это мое личное, субъективное, не всегда приятное для всех мнение. Итак, я хочу вам порекомендовать два вебинара. Я их рекомендовала уже в прошлый раз. Это Platform Skin Story. Много информации я черпаю именно оттуда. Это вебинар Тины Расмиамидер и Юлии Гагариной касательно солнцезащитных средств. У Юлии Гагариной там больше с точки зрения химико-технолога, там все-таки больше такое, более научной, более сложной информации. У Тины полегче. Поэтому, если у вас есть потребность, есть желание изучить эту информацию, то да, конечно, я однозначно рекомендую. Теперь по поводу санскринов. Еще раз, да, про скандал с пьюритой я выкладывала много раз. Ребят поймали на том, а это было не, не была не их вина, скажем так. Это была вина производителя, которому они доверились. То есть, нужно понимать, что в Корее большинство косметических брендов, они контрактные. То есть, они приходят на завод и говорят, я хочу такой продукт. Завод говорит, окей, у меня есть формула, я добавлю немножечко такого ингредиента специально для тебя, как говорит Special for You, и дам тебе этот продукт. И, к сожалению, производитель был не чистоплотен, скажем так. И вместо SPF 50, как показали потом различные исследования, там примерно SPF 30. То есть, там от SPF 28-32. Но берем SPF 30. SPF 30 химические фильтры нового поколения. Я ни разу с ними не сгорела. И, в принципе, как мы уже понимаем, SPF 30 это оптимальное количество для зимы и лета. для любого типа кожи. К чему я это говорю? Не к тому, что можно их покупать. Их, в принципе, производитель снял с продажи, снял с производства. Вы должны понимать, что если вдруг у вас остался этот тюбик, многие взяли, например, и не успели открыть, его не нужно выбрасывать в мусорку. То есть, вы можете спокойно его использовать, и ничего страшного с вами не случится. Просто, да, вы понимаете, что это не SPF 50, а SPF 30. Но я пока же понимаю, что ложки нашли, а осадок остался. Но сам факт. А какие же солнцезащитные средства попали в этот же скандал? Почему они попали? Потому что они делались на том же самом заводе с тем же самым набором фильтров. И это Dr. Seuricle вообще прекрасный санскрин, я его с удовольствием использовала, и у меня никогда не было к нему никаких претензий. Это Klairs, их белый санскрин тоже на химических фильтрах. Это Dermamason, по-моему, это BeLab, Too Cool или Cool, что-то я уже забыла, как это называется. В общем, он здесь у нас на картинке. И пьюритовские санскрины. Вот 6 солнцезащитных средств, которые попали под раздачу в этот самый такой, знаете, черный список солнцезащитных средств. То есть просто, когда вы их видите, если они у вас есть на полке, не нужно их выбрасывать. Вы можете их доиспользовать, но вы должны понимать, что там SPF 30, а не 50. Теперь еще один момент. Физические солнцезащитные средства на физических фильтрах тоже попали в бан. И показали исследование, что там чуть-чуть пониже тоже защита. Но чего мы ждали от супер легких минеральных фильтров, да, сейчас уже как бы, ну, это понятно. Их тоже сняли с производства. Это Purita и Dioclairs тоже сняли свой голубой вот этот вот санскрин, господи, солнцезащитный крем на минеральных фильтрах. Они тоже его сняли с продажи. Что же у нас в итоге остается с вами? Есть прекрасные продукты от бренда Ревиктин, здесь у нас два продукта, один с голубенькой такой надписью, один с зеленой. Зеленый он более такой, более плотный, он лучше подойдет коже, склонной к сухости, да, то есть он не будет ее так сильно пересушивать. Голубая версия все-таки она полегче и она лучше подойдет обладателям кожи, склонной к жирности. Прекрасные средства, я их использовала, все было хорошо. Этот крем, у меня есть подозрение, что он схож с пьюритовским, потому что они прям для меня как зита и гита, абсолютно одинаковые, у них одинаковая база, поэтому тоже имейте ввиду, что скорее всего здесь нету SPF 50, здесь все-таки чуть-чуть поменьше, но он тоже достаточно комфортный. На вопросы, знаете, поступили вопросы в форму самый некомендогенный, тот, который не скатается, это настолько что я даже не буду сегодня это обсуждать, потому что данное солнцезащительное средство на пяти скатится, на пяти не скатится, и в какой вы пятерке, я не знаю, поэтому имейте это ввиду, тем более я не могу судить, какой солнцезащительный крем катается под макияжем, потому что макияж я не делаю. У самбоами есть вот такая версия, тоже минеральные фильтры, но он больше подойдет к коже, склонной к сухости, он такой прям плотноватый, скажем так, и коже, склонной к жирности, с ним будет некомфортно, мне было, по крайней мере, ужасно некомфортно. Есть два варианта от бренда блайт, один из них с голубой надписью, там идет Airy Sunscreen, и там два минеральных фильтра, и два химических фильтра нового поколения, то есть это микс фильтров, так называемый, и все-таки его я советую обновлять, если мы говорим именно про хождение, брождение, например, на море, да, там вы пошли на какой-то променад, в город и так далее, то, ну, каждые три часа я бы все-таки его советовала обновлять, потому что физическая часть будет осыпаться. Еще один момент, он очень неприятно выбеливает, и он реально подсушивает, поэтому кожи, склонной к сухости, однозначно нет, мне он не понравился, я его использовала лишь на руки-ноги. Версия Honest, Honest Sunscreen, честный, да, Sunscreen, там три химических фильтра нового поколения, о которых мы с вами поговорили, которые были выписаны. Очень комфортный, он прекрасно заменяет вам дневной крем, и он подойдет, мне кажется, абсолютно для любого типа кожи. И на моей коже, склонной к жирности, он давал такой, знаете, приятный, здоровый, матовый финиш, то есть абсолютно никакого блеска, то есть, ну, то есть очень-очень комфортно. То есть, я могу сказать, что, наверное, это один из моих самых любимых, есть еще один, который способен с ним побороться, это Medicaid Advanced Day Total Protect. Здесь SPF 30 и максимальная защита от UVA излучения, то есть, там PA, сколько там, по-моему, 5 плюсов, если 5 звездочек. Это максимальная защита от UVA излучения. И я могу сказать, что этот крем и крем от Blight для меня очень-очень-очень похожи. То есть, у них одинаковый финиш, они одинаково комфортные, одинаково приятные. Ну, у этого поудобнее упаковка, скажем так. Я его использую сейчас, и он прекрасно мне заходит в качестве дневного крема, поэтому прекрасный, достойный вариант. Есть у него братик, вот такой пузатый в баночке. Здесь идет как раз Daily Radiance Vitamin C крем. Это крем с витамином С, со стабильной формой, также SPF 33 новых химических фильтра в составе. И он все-таки больше для кожи склонной к жирности, к сухости, прошу прощения. Почему? Текстура вроде легкая, такая муссовая, приятная. Вы наносите на лицо, и если ваша кожа склонна к жирности, вы будете его ощущать. То есть, я смотрю, матовая прекрасная кожа, то есть, я смотрю в зеркало, у меня нету ощущения, что с меня что-то течет, что у меня жир на лице. Нет. Но просто вот это субъективное ощущение того, что ты чувствуешь, что на тебе что-то есть. Я это не очень люблю. И вот ощущение, что как бы там, ну вот прям перепит, переувлажнение, то есть, ну как-то вот всего пере. Поэтому мне кажется, что кожа, склонная к сухости, кожа возрастная, однозначно его заценят. Это будет прекрасный вариант дневного крема с хорошей защитой от солнца. Поэтому данный крем поедет к моей маме. Я буду заставлять ее на море просто мазаться с ног до головы. Далее, вот такой прекрасный крем от бренда Крейв. Тоже о нем рассказывала совсем недавно в посте. Три химических фильтра нового поколения. Тоже очень достойное средство. Легкое. И вот оно как раз-таки коже, склонной к жирности, тоже прекрасно зайдет. Вот такой крем от бренда нового поколения. В принципе, мне кажется, будет комфортен всем, но кожа, склонная к сухости, любит его больше. Далее, вот такой крем от бренда Innisfree. Я его еще не открывала. Это три химических фильтра нового поколения. Достаточно комфортный, судя по отзывам. Я еще не пробовала, и как только я попробую, я вам обязательно расскажу. Я сегодня просто делюсь вариантами, которые могут быть использованы. И вот такой вот крем, я его использовала недавно, попробовала, чтобы, скажем так, с первым мнением выйти к вам. Это солнцезащитный крем SPF 50, бренд Ildon, это Корея, минеральные фильтры с пробиотиками, и соло вариант, наверное, только на пляж мне подойдет. То есть, я буду его наносить все-таки в большинстве случаев именно на крем, потому что соло варианте он не подсушивал, но это норма для физических фильтров. Я нанесла его на какой-то увлажняющий крем, я думаю, что было бы очень комфортно. То есть, еще один прекрасный, достаточно комфортный вариант для кожи склонной к жирности на минеральных фильтрах. Ну, и есть санскрин, о которых я просто не могла не рассказать. У них в составе химические фильтры старого поколения, но они настолько крутые, настолько комфортные, что если у вас нету вот этого пунктика по поводу новое поколение, старое поколение, вам просто хочется классные кремы, которые будут легкие, комфортные. Вот этот вот в длинной тубе сангель, он дает просто оргазмическое сияние, то есть, вы сияете как прекрасный единорог, ну, то есть, это настолько красиво, что я готова была ему простить все. Ну, то есть, сейчас, да, я уже со своими вот этими тараканчиками в голове, конечно, ну, выберу фильтры нового поколения, но я не могу сказать про него ничего плохое, ну, то есть, как бы, с ним все было прекрасно, у меня ни разу, кстати, не вылезла аллергия. Вот, я уложилась в час, я, правда, хотела меньше, прошу прощения, но вы вообще герои, молодцы, что вы выдержали мой монолог, я надеюсь, что я ответила на все вопросы, потому что я выписала из формы все вопросы, которые, ну, носили нормальный такой, знаете, логический характер, не из серии какой санскрин на мне не скатается, то есть, на такой вопрос я в априори не могу вам ответить, поэтому, подводя итог, солнцезащитный крем летом нужен всем, если вдруг вы зимой его не использовали, ну, ничего страшного, я тоже так делала, все хорошо, мы, как бы, простили друг другу, да, эти грехи, отпускаю, все, и с появлением первых солнечных лучей типа B, которые так приятно греют нашу кожу, пожалуйста, доставайте солнцезащитное средство, если у вас нету акне и розации в обострении, то я искренне рекомендую вам купить хороший солнцезащитный крем на химических фильтрах нового поколения, использовать его в качестве дневного крема и наслаждаться. Да, у нас почти получился с вами настоящий вебинар, точно. Спасибо. Пропустила пюрита с новыми фильтрами и можно использовать. Насчет Biore я не знаю, смотрите, в Telegram есть шпаргалка, которую я писала к прошлому вебинару, и там собрано почти 100 солнцезащитных кремов и прописано на каких конкретно он фильтрах. Я еще раз сейчас после нашего прямого эфира скину все это в сторис, перейдите и посмотрите, то есть там скорее всего и ваш Biore есть, и пюрита и так далее, поэтому чтобы сейчас на это не тратить время, потому что у нас осталось немного его. SPF из Clinical с тинтом я не пробовала, я в принципе не использую тинтованные продукты, ну просто я не люблю и редко вообще какие попадают мне в тон. Из Clinical насколько я помню, там все-таки старые химики, я не фанат их. Из Clinical SPF для какого типа кожи? Не знаю. Если пасмурный снегопад, имеет смысл наносить SPF, если на улице находишься 10 минут? Ну, на самом деле, если пасмурный снегопад, то можно прикрыться капюшончиком и не использовать. но смотрите, я никогда не беру на себя ответственность, то есть я говорю о том, что возможно вы человек, который безумно склонен к пигментации, да, и то есть вы вечером сделали химический пилинг и эти 10 минут могут сыграть роль, да, в появлении, ну, не знаю. Из Clinical на физических фильтрах? Хорошо, буду знать, что из Clinical на физических фильтрах. я все равно не пробовала. Какой-то я пробовала из Clinical, по-моему, я когда заходила в Lulu, мы тестировали их умывалку и я потом наносила солнцезащитное средство, по-моему, это был из Clinical. Ой, в такой белой какой-то упаковке, хотя, может быть, я уже стара и память моя подводит, но я не знаю. В общем, не зашел мне. Если это был из Clinical, то он мне не зашел. Вот. Если у вас остались вопросы какие-то, которые мы с вами не раскрыли, не озвучили, не ответила, я вдруг не осветила, такое возможно, потому что я не могу помнить все, но я постаралась все-таки рассказать по максимуму. Если что, у нас в любом случае есть вебинар защита от ультрафиолетов, но мне кажется, что здесь я в итоге его полностью пересказала. Старая. Ну, немножечко, немножечко. Нана. Про Нана я тоже рассказала, пересмотрите. Про Нана все рассказала, все, что знала, все, что хотела. и про ФИС-фильтры я рассказала. Пересмотрите эфир. Мы тут уже сидим второй час, поэтому это все мы уже обсудили, так что пересмотрите, чтобы я это не пересказывала еще раз, а то у меня голос сорвется. Стоит ли использовать СПФ 80-90+. Про это я тоже рассказала, не стоит. СПФ 50 это максимум. Максимум, максимум, максимум. СПФ 50+, закладывает в себя, что там дальше уже не особо принципиально. То есть там пойдут даже не проценты, да, а сотые доли процента типа отсеивания лучей, поэтому спасибо. Да. Ну, я, да, я когда сильно долго говорю без остановки, особенно когда меня начинает нести вот этот порыв, я начинаю повышать голос, и тогда он, конечно, к сожалению, подсаживается. Это особенность такая. Я очень рада, что было легко. Я постаралась вкратце, но про все. Тема на самом деле СПФ очень такая. Говорить о том, что, ну, я слышала, что, ну вот, корейцы, что вы от них хотели, у них там все не так и все не так, поэтому они на всех обманули и так далее. На самом деле, на самом деле, были и европейские бренды, Ньютраджина и другие европейские бренды, которые также были пойманы на том, что их данные, которые заявлены на упаковке, не совпадали. Поэтому говорить о том, что, ну вот, я теперь не буду покупать корейские санскрины, я буду, ну, как бы, не проблема. Ну, то есть, вы должны понимать, что не застрахован никто. В идеале, как максимально себя обезопасить, это выбирать продукты брендов, у которых есть свои лаборатории, то есть, свои лаборатории, которые самостоятельно разрабатывают формулы, которые следят за всем этим, то же самое, например, Medicaid, у них есть своя лаборатория, которая самостоятельно все это разрабатывает, то есть, они не заказывают где-то производство, они не заказывают где-то эту несчастную формулу, там, и так далее. То есть, ну, только так, и по-другому никак, к сожалению. Нет такого, что где-то вам наклеят стикер, что вот здесь вы можете доверять, здесь не можете доверять. Поэтому даже крупные корейские бренды, как оказалось, на этом заводе делаются, знаете, корейский люкс, такой достаточно тяжелый, и никто не ожидал, что получится такая неприятная ситуация. Но мне кажется, что это все, все, что не делается, все к лучшему, потому что теперь это будет более тщательно проверяться, и ребята переделают, и я думаю, что все у них получится, и все будет хорошо. Правда, что загорают руки, а пигментация вылезет на лице? И, конечно, правда, потому что организм, это не так, что руки, здесь граница, здесь граница. Нет, меланоциты между собой прекрасно общаются, и меланоциты на руках, да, могут также прекрасно общаться с меланоцитами на лице, на шее, на груди, это одна система, то есть, нет такого, что этот пальчик живет отдельно, нет, все в системе. Я думала, у медипил тоже свои лаборатории, однако, не в том списке. Нет, да, у них свои лаборатории, но, к сожалению, из завода медипил не хватает мощностей, мощно-мощностей, блин, ужасное слово, мощностей, господи, не хватает, и часть продуктов они заказывали на том заводе, да, то есть, есть у них собственный завод, на котором они производят, но у них слишком большое количество продукции, и они на своем заводе не справлялись, и данное социозащитное средство было заказано на том заводе, к сожалению, так что ничего страшного, да, и на старуху бывает проруха, да, я правильно понимаю, что в медик 8, о котором вы говорите, SPF 30, после тонера можно его использовать соло-мона, да, SPF 30, можно соло-мона, соло-мона можно, вы используете летом SPF на тело в городе, если я иду, я обычно летом даже в городе я ношу джинсы, то есть, мне не жарко, нет, мне не жарко, но я берегу свою кожу, я ношу джинсы, у меня всегда есть какая-то джинсовочка или там какая-то кофточка сверху, но руки, да, открытую часть рук, лицо, шею, грудь, если она открыта, уши, я всегда мажу, да, иначе сгорит, тут как бы, ну, то есть, если ты не намажешь, будет плохо, поэтому, конечно, мажу, но я в итоге стараюсь, у меня всегда есть какие-то курточки, легкие кофточки, жакетики, джинсовочки, и это всегда рука в три четверти, поэтому я тот человек, который, к сожалению, может вам точно рассказать о том, как правильно нужно защищать себя от солнца, особенно на море, вы бы видели меня, поверьте мне, многие явно думают, что у меня уехала кукуха, потому что, мне даже подписчица писала, мы в том году были в аквапарке, и она написала, что она меня видела, я просто представила, что человек видел со стороны, я была в тунике, я была накрыта тремя полотенцами, у меня на голове была шляпа, тут еще была детская панамочка, вот так вот свисала, и то есть, вот я сидела вот так вот, под козырьком, ну то есть, люди, наверное, думают, что у меня уже там явно где-то расстройство, вы как-то по-другому начали наносить макияж, красиво, нет, я просто начала, как-то по-другому, нет, я его просто до этого не наносила, а и вот, и вот и все, вот и все, как говорится, просто сегодня у меня была фотосессия, и мне сделали легкий нют, от которого мне жутко все не нравится, чешется, и мне хочется срочно пойти умыться, а так я обычно просто не ношу макияж, поэтому, видимо, не так красиво, ну ничего страшного, зато, видите, когда я делала макияж, все сразу замечают, все сразу говорят, что я красивая, а так, понимаете, все бы привыкли, просто стала наносить мейкап, да, просто стала наносить мейкап, это да, на меня сегодня одели, просто вы не представляете, голубой брючный костюм, то, что я бы в жизни никогда на себя не одела, я даже боюсь смотреть на фотографии, которые там получатся, потому что одевали, одевалась себя не я, и поэтому я тоже боюсь, летом в городе Сочи тоже достаточно СП в 30, если в городе, то да, на пляже нет, спасибо, мы с макияжем все ярче и красивее, да, согласна, но вот смотрю на камеру, мне нравится, конечно, красиво, тут так щечки подсвечены, тут так глазки красиво, но как только я подхожу к зеркалу, я просто вижу вот эту, знаете, тонну тональника, которая распихана по всем моим морщинам, которых, мне казалось, у меня нет, то есть, я поняла, что макияж, это круто, когда тебе нужно, когда ты стоишь далеко от людей, когда ты напротив камеры, да, то есть, когда это не видно, но когда напротив тебя стоит человек, я бы, мне кажется, умерла и прикрылась, потому что это не очень красиво, как быть с СПФ нанесенным на лицо при походе в сауну, смыть его как-то, ну, перед тем, как зайти в сауну, пришли в сауну, там в каждой сауне есть душ, смыли и пошли в сауну, посоветуйте, пожалуйста, полноценный матирующий крем с СПФ, матирующий, я против слова матирующий, потому что матирующий равно у меня сразу повышение жирности кожи в ответ, ну, то есть, с матовым финишем, ублайт, можете посмотреть оба варианта, оба варианта с матовым финишем, тот, который голубая версия, нагдухоматовый финиш, камера съедает, да, камера однозначно съедает, это 100%, потому что, если вы очень красиво выглядите на камере, значит, в жизни просто печаль, почему нельзя наносить СПФ навеки, ну, потому что, это такая зона достаточно аллергичная, химические фильтры нового поколения, даже нового, я молчу про старое, могут давать неприятную аллергическую реакцию, минеральные фильтры тоже, не всегда рядом со слизистой, хорошо себя могут показать, возможно, подсушат, пересушат и так далее, вообще считаю, что зона вот эта вот вокруг глаз, да, где слизистая, она очень деликатная, очень нежная, все-таки химические, ой, просто фильтры солнцезащитные, нежелательно туда наносить, поэтому все-таки лучше одеть очечи, с очечами вы и модная, и красивая, и защищенная, то есть очечи рулят, пожалуйста, очечи рулят, я всегда на море в шляпе, в очечах, то есть, ну, просто такая тортилла, плыву, вся закрытая, я вообще, если честно, не фанат моря, я как-то так абсолютно лайтово к нему отношусь, но, к сожалению, я, я мать, да, я должна и о ребенке думать, а ребенок очень любит море, она у меня загорает, она у меня такая, знаете, шоколадочка, это я такая просто вся бледня, такая вся, вот вся такая бледненькая, на море я становлюсь либо красненькой, если не дай бог там где-то не прикрыла, не закрыла, то есть, я никогда не загораю, у меня нет загара, то есть, это все связано как раз таки с феумеланином, да, и я не люблю море, я и не люблю лето, да, то есть, хотя я родилась летом, а ребенок у меня очень любит море, лето, солнце, то есть, она такая прям шоколадочка красивая, она хорошо загорает, фу, у меня вообще красота, но поймая ее, чтобы намазать, это, конечно, тяжело. Вы зимой тоже носите очки, надо привыкать, значит, к очкам зимой, ну, надо, но я не ношу, честно, потому что, когда вы выйдете в очках минус 40 на улицу, мне кажется, что вам будет очень комфортно, у меня достаточно большие капюшоны, так как я не ношу шапки, это мой пунктик, у меня все чешется, все болит, я не ношу шапки, у меня всегда достаточно объемные, большие капюшоны, которые просто закрывают, мне кажется, вот так вот меня, поэтому не наношу. На тело летом в городе вы разделяете спеев для лица и тела, или то, что на лицо, и на... У меня, в силу того, что у меня огромное количество солнцезащитных средств для лица, так или иначе, то в городской среде я наношу то, что для лица, то есть я себе оставила для тела, у меня там есть Тиннисфри, Кипкул, да, то есть все вот эти санскрины, которые, скажем так, не сравнились в кайфе с Блайт и Медикейтовским, они пойдут у меня на зону декольте, на зону шеи, на зону рук, а на море я уже купила санскрин, как всегда, я беру Синкбэйби, я его вам показывала, вот, я сейчас его еще раз, да, давайте покажу, потому что тоже часто спрашиваете, вот такой солнцезащитный крем, я всегда беру с собой на море уже три года подряд, у них есть версия спорт, версия вот такая, абсолютно одинаковые составы, абсолютно одинаковые кремы, мне кажется, просто взяли из одного чана, разлили в разные бутыли, стоят одинаково, поэтому берите, пожалуйста, любой из них, для пляжа просто идеалити, просто прекрасный, как понять, что SPF на самом деле хорошо защищает, но если вы не сгораете, то это вот единственный вам показатель, и если у вас не вылазит пигментация, но здесь еще может быть вопрос нехорошего санскрина, о том, как вы его правильно наносите, то есть можно и хороший солнцезащитный крем нанести неправильно, и получить ожог и пигментацию, в прогнозе погоды на день всегда указывают индекс UV излучения, при коэффициенте ниже 3 защита не нужна, обычно зимой, ну да, конечно, защита не нужна, только от лучей типа А, к сожалению, да, без защиты вы не будете, защищены, ну то есть вы можете не использовать, я тоже не использую, но говорить о том, что, во-первых, не ниже 3, а ниже 2, да, если уж мы на такую тему пошли, ниже 2, от 2 все-таки желательно наносить, но вы должны понимать, что, если вы задумаетесь о проблеме фотостарения, то наносить надо, да, вы не сгорите, естественно, вы не сгорите, потому что лучи типа Бези мой, мы в принципе не активны, поэтому вы не получаете индекс, там, выше 2, и там, единица зимой, но лучи типа А все равно вас добьют, ну в смысле, они не добьют, они вас догонят, и они проходят достаточно глубоко, поэтому говорить о том, что вы полностью защищены зимой нельзя, то есть, если вы не используете солнцезащитное средство, вы должны понимать, что часть лучей А все-таки в вас проходит, и вы должны это осознавать. Про срок годности, его обязательно надо соблюдать, ну естественно, если у вас просроченный крем, то вряд ли вы будете его наносить, да, просроченный крем наносить не надо, а если у вас просто остался, например, открытый крем с прошлого года, вы можете спокойно его использовать до окончания срока годности, не проблема. Смотрите, если вы зимой, у вас, давайте так, если вы склонны к пигментации, если вы зимой поехали куда-то за город, где очень много снега, отражающей поверхности, которая усиливает воздействие ультрафиолета, и вы планируете весь день там прощеголять с открытым фейсом, то я бы все-таки использовала солнцезащитный крем и отдела чечен, да, в таком случае, если вы приехали на горнолыжный курорт, то тоже все-таки солнцезащитные средства использовать нужно, если мы говорим про наш серый, убогенький городской стиль, в котором ни одно солнышко не попадает, то тогда, да, можно в принципе, ну так вот, если положить руку на сердце. Про 4 плюса вы говорили, я не успела к началу, говорила, вы как-то говорили, что они зимой важнее, чем цифры SPF, да, показатель PA, да, зимой важнее, потому что зимой UVA лучи так же активны, как и летом, в отличие от UVB лучей, от которых защищает SPF. чтобы определить фототип по шкале фицпатрика, мы смотрим только, как человек загорает. Нет, мы смотрим в первую очередь на цвет волос, на цвет глаз, на цвет кожи зимой, да, например, в обычной жизни, и как ваша кожа загорает. Вот я классический второй фототип по фицпатрику, у меня серые глаза, у меня светло-русые волосы, у меня бледная кожа, которая летом не загорает, а только сгорает. То есть, если бы была девушка светло-русая, с глазки чуть потемнее, но летом бы она все равно, после даже того, как сгорит, покрывалась загаром, то это все-таки уже третий фототип. Я отношусь ко второму фототипу, потому что я никогда не загораю. То есть, вы должны понимать, что, естественно, загар тоже будет влиять на определение фототипы, по фицпатрику. Блондинка, голубые глаза, но хорошо загораю, значит, ну, третий, скорее всего, фототип. Хорошо загорать первый, второй фототип, априори, не может. У нас не вырабатывает такое количество эумеланина. У нас вырабатывается большое количество феумеланина, который отвечает за, вот как раз-таки, вот этот фотодерматит, покраснение, то есть, это красный пигмент. Феумеланина много, у людей, у которых рыжие волосы, это пигмент, который отвечает за красную окраску, у грибов, у растений, у кого угодно. То есть, это красный пигмент. Какие еще последствия, кроме аллергии, от СПФ на веках могут быть? Наношу ЭЛА из витамин С, и страшно сверху не нанести СПФ. Ну, на глаза-то не наносите, вы витамин С не наносите под слизистую. Ну, то есть, зачем? Не надо. Сколько всего надо знать? Ну, по факту, обычному-то человеку, наверное, столько и не надо знать. Тут у меня просто уже такой, знаете, профдеформация. Спасибо. Меня, я так долго, все время так отнекивалась от вопросов про художественную литературу, я вчера уже честно решила просто ответить, что я не люблю читать. На самом деле, да, мне написали вопросы, читаете не то, ну, в смысле, не художественную литературу, да? Да, на самом деле, я читаю много, но я никогда не читала художественную литературу в школе, я всегда читала краткое содержание, мне это не нравилось, мне это не интересно, я визуал, мне нравятся красивые фильмы, мне нравятся красивые какие-то картины и так далее. Я не люблю читать, мне прям скучно. Но, естественно, когда тебе по работе, да, все-таки блог, это не просто хобби, это работа, потому что, ну, это приносит доход, следовательно, это тоже часть работы. А чтобы работать и отбивать, грубо говоря, там, те деньги, которые тебе люди платят, ты должен быть, ну, на коне. Но чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю на самом деле, и каждый какой-то вебинар, каждая какая-то книга, новая статья переворачивает моё понимание о каких-то вещах, которые я раньше считала, ну, такими постулатами, непоколебимыми и так далее. Поэтому век живи, век учись, как говорится, все мы учимся, поэтому так или иначе, я думаю, что в следующем году мы тоже обсудим тему защиты от солнца, осенью обсудим тему борьбы с пигментацией, потому что, как показывает практика, осенью все с отпуска возвращаются, кто склонен к пигментации, кто её всю зиму там выводил, всю весну выводил, обычно осенью возвращаются сморышко, к сожалению, вместе с ней. И здесь важно понимать, что есть, люди мне писали, вот, я использовал санскрин правильно, а пигментация у меня всё равно появилась, и ваш санскрин говно, прошу прощения, да? И спрашиваешь у человека, как использовал, и ты понимаешь, что мазал человек только лицо, шею не мазал, тело не мазал, либо мазал, но забывал обновлять, даже если вы всё делали правильно, вы должны понимать, что солнцезащитный крем не защитит вас от пигментации на 100%, это лишь часть защиты, но, если у вас мелазма, которая прогрессирует, солнцезащитный крем у вас должен быть 365 дней в году, не так, что только летом я защищаюсь, у вас должен быть правильно выстроен уход, у вас должна быть шляпа, очки, никакого открытого солнца, то есть, ну, здесь важно понимать, что санскрин не защитит от пигментации, вот сразу, да, говорю, поэтому не возлагайся на него прямо вот, ну, настолько больших надежд. На лице ярко светит солнце, но по прогнозу индекс 1, защита нужна? Ну, тут решайте конкретно, самостоятельно вы, да, то есть, я бы, наверное, уже нанесла, потому что вот сейчас у нас, сейчас я скажу, вот у меня ультрафиолета ноль в Томске, но даже с нулем после вот этого своего прекрасного ожога, который мне дала сыворотка SkinCeutical, я начала заново каждый день наносить солнцезащитное средство, почему я не наносила, например, очень часто зимой, я писала об этом в пост, я человек со своим вторым фототипом не склонна к пигментации, и я шла на риск, я еще раз говорю, я не идеальный человек, я не мисс вселенная утопическая, да, нет, я тоже человек, и мне, например, тоже, когда я там с 3-ца быстренько на такси сплюхнулась, там, я не знаю, доехала до работы, поработала, нанес обратно, я не наносила зимой солнцезащитное средство, но у меня нет склонности к пигментации, но сейчас, даже при индексе ноль, после того, как у меня был сильный ожог, у меня до сих пор шея вся непонятная, каких-то вот шелушинках, я понимаю, что это фактор, который может спровоцировать даже на моей коже нежелательный пигмент, поэтому я стала, ну и плюс я поняла, что вот солнышко уже пригревает у нас днем, и в любом случае со дня на день индексуэф повысится, и так или иначе мне придется использовать солнцезащитное средство, поэтому я без проблем сейчас каждый день наношу солнцезащитный крем, и как его обновлять, поверх наносить, пересмотрите эфир сначала, а я не с начала эфира, возможно, была порекомендовать, пожар достойный спевт для тела на пляж, тоже было, я скинула Think Baby, как же за веками ухаживать, защищать кроме очков защитных, кроме увлажнений, да ну никак, только очки, если вы говорите про защиту от солнца, то это очки, но если вы сильно хотите, и ваша кожа никак не реагирует, возьмите химические фильтры нового поколения, обмажьте глаза, но тут никто вам не скажет, будет у вас реакция, не будет, физические фильтры будут подсушивать, а кожа вокруг глаз и так лишена практически подкожно-жировой клетчатки, ее там мало, и следовательно, кожа вокруг глаз априори чуть суше, если вы ее будете вечно замазывать физическими фильтры, она у вас так высохнет, поэтому очки, хорошие очки, и если ваша кожа не реагирует на химические фильтры нового поколения, мажьтесь ими, вот прям вот можете вот так вот, но луч очки, луч очки, мы с вами все, практически выговорили все 90 минут, у нас сегодня был супер продуктивный прямой эфир, я надеюсь, по крайней мере, я надеюсь, что он был супер продуктивный, я его сохраню, хэштег фурман SPF оставлю, и там просто поле непаханное того, что нужно дальше еще доизучить, чтобы совсем не осталось никаких вопросов, там есть подборки, у меня мигает лампа, я надеюсь, что она сейчас не взорвется, вот, под конец было бы вообще прекрасно с фейерверками, следующий прямой эфир проведем на какую-нибудь тему, я не знаю еще какую, но какую-нибудь точно проведем, в общем, всем спасибо, всех целую, обнимаю, защищайтесь от солнца, дети мои, лето близко, как говорится, да, поэтому давайте, защищайтесь, все, всем спасибо, всем пока-пока, пока.